Безопасность на дорогах подчиняется законам физики. В четверг в 41-й школе областного центра прошел интегрированный урок, посвященный влиянию погодных условий на дорожную ситуацию. Ивановская область участвует во всероссийской акции «Прогноз безопасности». Направлен он на то, чтобы объяснить водителям, объяснить детям то, какие могут быть последствия погодных условий на автомобиль и, соответственно, влияет непосредственно на пешеходов. Сегодня мы проводим первый урок. Это у нас первая школа, можно сказать, что это эксперимент. Как же связана ОБЖ и физика и как влияют различные погодные факторы на безопасность участников движения, узнали ученики 11-го класса. Оказалось, что влияние любого погодного явления на автомобиль можно обосновать с помощью физики. Например, дождь. Когда дорога становится влажной, на ее поверхности образуется дождевая пленка. Коэффициент трения по сравнению с сухим покрытием становится меньше в два раза. В этом школьники смогли убедиться наглядно. Эксперимент из 7-го класса, кто не помнит. Берем просто деревянный брусочек на наклонную плоскость. Значит, вот он у нас съемок. Он на сухом столе, сухой брусок. Мочим поверхности, повторяем опыт. Расстояние, которое проезжает брусок по мокрому столу, увеличивается в полтора раза. То же происходит и с автомобильными шинами. А еще существует такое понятие, как аквапланирование. Это ситуация, при которой между колесом автомобиля и асфальтом образуется водяной клин. И машина становится неуправляемой. Так что стоит помнить, на мокрой дороге даже тормоза не панацея от столкновения. То же и с обледеневшим дорожным покрытием. Только тормозной путь будет еще длиннее. Посмотрите, на обледеневую дорогу. Что происходит? Во сколько раз изменяется капсисцентрение? Там максимально 0,8 при сухой, а при обледеневшим минимально 0,1. Во сколько раз? Четыре раз. Правда? Восемь раз. Восемь раз. Да, запишите себе, пожалуйста. Чтобы запомнить, и чтобы когда вы сядете за руль, а половина из вас точно сядет когда-нибудь за руль, я так думаю. Чтобы вы об этом помнили. Следующая ситуация – туман. По сути, это мелкие прозрачные капельки воды. Почему же такое резкое ухудшение видимости при тумане происходит? Что происходит в этой капле, если мы направляем, например, на нее свет? Свет, попадающий на начальшие капли, рассеивается. Рассеивается. Отсюда и опасность, недостаточные видимости. Поэтому в тумане расстояние до объектов кажется большим, чем в действительности. Все это важно знать каждому, ведь абсолютно все ученики являются участниками дорожного движения. А кое-кто уже готовится и сам сесть за руль. Информацию ребята сочли полезной. Безусловно, это очень важно и полезно. И всегда актуально. Каждый из нас каждый день выходит на дорогу, сталкивается с теми или иными дорожными условиями, происшествиями. И для того, чтобы сохранить свое здоровье, здоровье своих близких, нужно знать эту информацию. В такой наглядной форме информацию усвоить гораздо проще, уверены госавтоинспекторы. В рамках акции «Прогноз безопасности» эти уроки пройдут во всех, без исключения школах областного центра.